Всех приветствует канал Компьютерная Академия и наш партнер сайт Remunka.pro Хороший вопрос. Использование программы Rufus для создания загрузочной флешки Windows 11 без проверки TPM 2.0 и Secure Boot. Через довольно-таки короткое время после выхода Windows 11 известная программа для создания загрузочных установочных флешек Rufus была первой, которая встроила возможность установки бездоверенного платформенного модуля TPM 2.0. К сегодняшнему дню количество доступных в утилите опций для образов Windows 11 стало еще более широким. Итак, в этой подробной секретной инструкции мы расскажем вам, как отключить проверку на наличие модуля TPM 2.0 и включенные безопасные загрузки Secure Boot, минимальных требований к объему оперативной памяти и места на диске, а также настройка экрана сбора персональных данных, создав загрузочную флешку в Rufus последней версии. Итак, поехали заниматься этим правильным вопросом, ибо 11-ая винда уже на подходе. Итак, первый вопрос. Опции при создании загрузочной флешки Windows 11, доступные в программе Rufus? Итак, сам процесс записи установочного накопителя в Rufus не изменился по сравнению с тем, что были вам показаны в наших отдельных видеороликах по теме создания загрузочной флешки Windows в программе Rufus. У нас есть отдельное видео и другая информация по-любому. Итак, однако в новой версии, скачать ее можно с официального сайта Rufus и так далее, ссылочка у нас будет в описании, при использовании образа ISO Windows 11, возможно включение дополнительных интересных опций в самой программе. Как скачать 11-ую винду именно оригинальные ISO образы, у нас тоже есть на нашем канале Компьютерная Академия, смотрим. Итак, ранее обход требований Windows 11 включался в поле параметры образа. Теперь в главном окне программы такие настройки, как ни странно, отсутствуют, так что будьте внимательны. Вместо этого, после того, как заданы все параметры создания загрузочной флешки, достаточно нажать кнопку старт, чтобы появилось следующее окно с дополнительными параметрами. Итак, поехали разбираться. В текущей версии текст в окне представлен на английском языке, а поэтому поясню каждый из данных пунктов. Первая строчка. Remove 4 гигабайта, security boot и так далее. Это у нас строчка, это отключить требования наличия модуля TPM 2.0 и включенной безопасной загрузки security boot, а также наличие нужного объема оперативной памяти. Запомнили, первая строка. Идем далее. Вторая строка. Remove online Microsoft account. Это у нас отменить требования обязательного создания учетной записи Microsoft. У нас есть отдельное видео, как создать эти записи, как удалить и так далее на нашем канале. Вторая строка. Отменить требования обязательного создания учетной записи. Следующая строка. Create a local account username и так далее. Это автоматическое создание локальной учетной записи с указанным именем при установке Windows 11 с созданного USB накопителя. Тоже неплохо. Нормально, пойдет. Следующая. Set, regional и так далее. В конце users. Вот эта строка. Это установить региональные параметры такими же, как у текущего пользователя. Пропускает настройку языков и клавиатур при установке системы. Некоторым это будет полезно. Ну и последняя строчка. Disable data collection и так далее. Skip privacy и так далее. Это опция для отключения экрана настройки параметров конфиденциальности при установке. Она отключает сбор данных во всех пунктах. Тоже довольно-таки полезно. Ну и по окончанию нашего видео скажу следующее. Используя вот эти опции при создании загрузочной флешки Windows 11, вы можете не только отключить нежелательные к вам требования, но и сильно сократить время, необходимое для первоначальной настройки после копирования файлов. Частый вопрос наших зрителей касается требований новой операционной системы именно к поколению процессоров. Здесь все просто. Эти требования не учитываются при чистой установке Windows 11 с флешки. То есть установка возможна даже при использовании очень старых CPU. При условии, что они в принципе с этим могут справиться. Удачи вам в освоении новой 11 виды, которая работает довольно-таки неплохо, как ни странно. Это канал Компьютерная Академия и наш партнер сайт Remotka.pro Я думаю данная информация была вам полезна. Смотрите наш канал, ставьте нам лайки, делайте подписки. С нами будет интересно.